Всем привет, мои хорошие! С вами Айка и Эмили, и добро пожаловать на очередной Мукбанк. Огромное спасибо, что заглянули. Если вы до сих пор не подписаны и хотите видеть постоянный контент на моем канале, я буду благодарна каждому, кто подпишется. Почему-то, когда я не говорю про подписки, очень мало людей подписываются, а когда я про это говорю, наоборот, подписок бывает очень много. Поэтому я буду как попугай каждый раз это говорить до тех пор, пока ты не подпишешься. Итак, что у нас на сегодня? Фрукты. Сейчас сезон винограда и граната. Также у нас огромная, честно, просто лошадиная доза цезаря. Цезарь это мой любимый салат, в особенности я люблю, когда я его готовлю сама, так как нравится мне, и на удивление мне больше нравится с курицей, чем с креветками. То ли я привыкла к этому вкусу с курицей, то ли как-то лучше сочетается с курицей. Ну, в общем, я люблю с курицей. И здесь я всегда использую соус цезарь. Сухарики тут тоже делаю самостоятельно в духовке. Очень вкусно получается. Невероятно просто вкусно. Если вы тоже кушаете, то вам приятного аппетита. Я вам вскользь во влоге рассказала. Ну, я знаю, что не все смотрят мои влоги. Мои мукбанки всегда набирали и набирают гораздо больше, чем в влоге. В общем, на моей квартире сломался холодильник. Это произошло где-то месяц назад. Мы позвали мастера. Он сказал достаточно немаленькую стоимость за такой бюджетный холодильник, который изначально был куплен поддержанный. Мой вам совет. Никогда не покупайте поддержанную технику. Вы просто замучаетесь ней. Зачем люди продают холодильник? Потому что он сломался. Потому что постоянно в нем что-то не так. Хотя, возможно, человек куда-то переезжает. Хрен знает. Но в любом случае лучше даже в кредит взять себе. Но новый, на мой взгляд, опять же. В общем, вызвали мастера. Он починил. Заплатили деньги. Это пол стоимости холодильника, так скажу. То есть поддержанного холодильника пол стоимости. Затем где-то проходит дней 10. Квартиросемщица говорит, что он работает. Но он не охлаждает нормально. Поставили термометр. Оказалось, что внутри холодильника почти 10 градусов. Но это не дело. Посмотрела в интернете. Оказывается, внутри холодильника должен быть 2 градуса. Вызвали опять. Пришел мастер. Вместе, видимо, с еще одним напарником. Думали, сейчас бесплатно починят и все. И он такой говорит, что ту деталь, которую я поменял, она функционирует, она работает. Все замечательно. Здесь сломалась совершенно другая деталь. Теперь нужно менять ее. Я как бы несу гарантию за то, что я делаю. Просто сейчас сломалась другая деталь. Понятное дело, мы с мамой не разбираемся в тонкостях холодильника. И спорить с ним тоже особо смысла я не вижу. Может быть, реально так. Согласились, опять заплатили деньги. Прошло буквально 3-4 дня. И квартиросъемщица говорит, что ничего не поменялось абсолютно. Холодильник как не охлаждал, так и не охлаждает. Скорее всего, знаете, проблема в чем? Проблема в том, что этот мастер просто не разбирается. И он не знает, какая именно деталь сломалась. Что с холодильником не так. И вместо того, чтобы просто признать. И сказать, что я не знаю, он... Меняет разные детали. Каждый раз берет деньги. По факту, ничего. Изначально я себе знала, что столько мороки будет с этим холодильником. Я его просто бы сдала в металлолом и купила бы в кредит новый. Почему в кредит? Так как я не особо сторонница кредитов. Но в данном случае я просто не буду чувствовать, как я покупаю холодильник. То есть я, например, его возьму на полгода. И каждый раз деньги за съем будут уходить на кредит холодильника. Так, на мой взгляд, будет очень удобно. Я совершенно не почувствую. Просто буду думать, что моя квартира просто пустует. Некоторые там в комментарии писали, что... А почему вы чините, раз там живут другие люди? Ну, сами посудите. Люди заехали буквально 3 месяца назад. Холодильник старый. И что мне говорить за эти 3 месяца? Купите мне еще новый холодильник? Понятное дело, что нет. Для некоторых людей это, конечно, дико. Но у нас очень много квартир здесь в Баку сдаются абсолютно пустые. То есть ты сам привозишь туда и стиралку свою, и холодильник свой. Если сломается, уже покупаешь новые или чинишь. Эти квартиры, они как бы дешевле. Но для хозяина квартиры это прям существенный плюс, что не надо запариваться по такому поводу. Это раз. Во-вторых, когда квартиросъемщики уже со своими вещами, со своей мебелью и так далее, они реже переезжают с квартиры на квартиру и будут у тебя жить долго. У меня, например, брат купил квартиру. И там до этого жили квартиросъемщики 8 лет подряд. Прикиньте, 8 лет на постоянной основе. И брат купил эту квартиру, поэтому они вынуждены были съехать. И когда они съезжали, я просто это лицезрела. Действительно, и кондиционер свой, и телевизор, и холодильник. Все-все-все. И даже когда я искала жильцов, меня спрашивали некоторые люди, а у вас в квартире мебель имеется? Я говорю, естественно, фотографии же есть. Некоторые говорили, очень жаль, у нас своя мебель. Нам бы квартиру пустую. Даже одна девушка она говорила, что я жила со свекровью, а у меня есть свое приданное. Там спальный гарнитур. То есть вы бы не могли вывезти свои вещи? Я говорю, нет. 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 Опять какой-то кислый гранат. Короче, вот такие вот дела, такие вот проблемки. Хотела просто вскользь вам рассказать. Получилось аж на 10 минут. В общем, сегодня мама опять с мастером поедет на квартиру. Точнее, пойдет. И посмотрим уже, что делать с этим холодильником. В идеале мне бы хотелось, чтобы за предыдущие две починки мне вернули деньги. У меня однажды такое было. У меня был телефон, такой слайдер. Нокия. Когда я еще в школе училась, в общем, у меня перестал гореть экран. Я нашла место, где чинят телефоны. Показала телефон. Мне молодой человек сказал, ой, здесь лента сгорела. Поэтому экран не горит. Он меняет ленту. Берет с меня деньги. Я иду домой. Проходит буквально один день. Возвращаюсь к нему обратно. Говорю, опять не работает телефон. И он такой, это, наверное, не лента. Я такая, что? У вас испортился экран. Я тогда вообще не шарила в телефонах. Но сейчас тоже не особо, но все-таки. И в общем. Он говорит, вам нужно поменять экран. Я спрашиваю у него, сколько это стоит. Он говорит цену. Я думаю, что делать, не выбрасывать же телефон. Решила поменять. Он мне поставил новый экран. Но при этом пломбу там не сорвал на экране. Он сказал, походите так. Если все будет работать, то окей. Проходит буквально 2-3 дня. И опять телефон не работает. То есть экран просто не горит. Подсветка экрана не работает. Я возвращаюсь. И говорю, опять не работает. Я говорю, верните мне, пожалуйста, мои деньги. И он такой говорит, так я же вам поставил новую ленту. Я говорю, ну все равно же телефон не работает. Какая разница, вы поставили мне новую ленту или нет? То есть за экран деньги он мне вернул. А за ленту так и не вернул. Сказал, что я поменял. Вот и все. А кто тебя просил менять, если проблема была не в ленте, например? Короче, в таких делах очень неприятно нарываться на людей, которые не несут ответственность за свою деятельность. или, например, не разбираются, не знают, где именно, что сломалось. Но при этом что-то чинят и берут с вас деньги. Я предложила этот телефон в пару магазинов, чтобы продать. Но даже в то время очень сложно было продать Nokia. Айфоны реально с удовольствием покупают. Samsung тоже, но Nokia и тогда особо никому не был нужен. Телефон изначально был недорогой. Мы с папой сходили и купили мне новый. А этот просто лежал в ящике, лежал прям долгие годы. Потом мы его выбросили, по-моему. В общем, так печально сложилась судьба этого телефона. Но изначально был недорогой. Поэтому вот кажется, что повсюду специалисты, повсюду все есть. Но найти хорошего специалиста действительно очень сложно. Вот когда у нас ломается комби, у нас есть один мастер, которого мы постоянно вызываем, и с другими мы не экспериментируем. Мне пишут разные врачи из Бакута, что давайте сделаем вам губы, давайте сделаем ботекс. Я говорю, нет. Я вот выбрала одного врача. Работа, которая мне нравится. И даже если мне заплатят за рекламу, сделать процедуру абсолютно бесплатно, мне не хочется экспериментировать. Мои нервы, мое время стоит гораздо дороже. Здоровье тем более. Поэтому. Какой-то грустненький мук-мак получился. Если честно, у меня не особо хорошее настроение. Из-за вот этой вот сложившейся ситуации. Я стараюсь не расстраиваться из-за каких-то мелочей, но порой это просто не зависит от меня. кислятина. Кислятина. На этом уже, пожалуй, все. У меня сегодня не очень хороший аппетит. Я вам уже рассказывала, когда у меня нету настроения, какие-то проблемы в жизни. Мне почему-то вообще не хочется кушать. И наоборот, когда все хорошо, я прям обжираюсь. А вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться в обязательном порядке, ставить лайки и писать комментарии. Всех люблю. Пока.